приветствую вас дорогие мои друзья вы на канале 2 angel planet и у нас сегодня расклад который называется второй шанс это расклад о воссоединении пары расклад о том какие же отношения были смогут ли они снова воссоединиться эти люди сможет ли повлиять все-таки какая-то старая причина расставания на нынешние отношения нужно не нужно со всеми советами и предостережениями ставь лайк подписывайся чтобы меня не потерять на канале много всего интересного обо всех раскладах я рассказываю и давайте выбирать колоду первая колода у нас это оракул сегодня у нас оракульное гадание 3 оракул у меня ораку затмение ораку света и тьмы и ораку полнолуние выбирай свою колоду 1 2 3 1 ораку у нас это конечно же ораку затмение у нас идет да давайте посмотрим что у нас если ты выбрал в колоду номер один или выбрала давайте сосредоточимся загадаем пару на восстановление отношения загадаем пару второго шанса загадать себя своего партнера или партнершу и давайте посмотрим причина расставания причина соперника или соперница конечно же это вот вот из семьи вот из пары вот из отношений это конечно же разрушительница разрушительница вас ваших отношений ваших обоих сердец потому что возможно тут вы любили и разлюбили потому что соперница пришла того кого уводили или соперник нам данном случае смотря кто смотрит данном случае кто уводил да тот разбил два сердца один разлюбил а другой понимает что пары нет и приходится отпускать а тот кто боролся за эти отношения понимает что ну все это уже соперничество это влезли в наши отношения в нашу семью это нечестная игра давайте посмотрим почему решили вдруг соединиться если по второму шансу да дать ли второй шанс давать ли собственно второй шанс почему вдруг решили мы соединиться потому что попали в ловушку этих отношений потому что не может партнер забыть помнит вспоминает помнит как было хорошо потому что осознал что письку на письку менять время терять осознал что там ничего другого нету тот кто развелся и второй раз женился и вышел замуж сталкивается с такими же проблемами что и в первых брака в первых отношениях сталкиваются с недопониманием возможно по-другому но также сталкиваются все равно с недопониманиями сталкиваются это все равно об одном и том же и тут воссоединение такое да что тут хотя бы что-то жили знаем мы знаем как это пережить мы тут не последние люди друг другу в новых отношениях то же самое заново начинает то же самое заново изучать ну зачем когда уже здесь все изучен конечно же это ловушка отношение когда много вложили в отношении и не хочется уже заново строить откатываться тут уже становится тяжело блин ну я это знаю я там плавал или плавала зачем все это надо заново этот уеднятину да конечно же тут вложили уже ну может и тут продолжим ловушка такая да она и психологическое по отношениям и вложили много в отношениях давайте посмотрим что же объединяет пару конечно же объединяет то что они каждый по-своему обжегся и чувствует себя неполноценными до конца какими-то все равно в одиночестве чувствует чувствует что прямо нету конца и края до каких-то обид конечно объединяет тот момент что чтобы хлебанули горе горюшку вот чисто вот эмоционально они понимают что здесь они завязаны просто привязаны по этому моменту и давай посмотрим может ли причина расставания вновь до проявиться появится причина расставания может вновь проявиться потому что тут вот мы конечно попали в ловушку но кто-то за ниточки ты дергает в манипулировании может вновь все может опять возникнуть и какие же еще могут возникнуть проблемы помимо вот соперниц борьба друг другом борьба за то у кого остальные яйца крепче и лучше кто добился всего особенно у нас такие сильно продвинутые эмансипированные женщины конечно же хочется доказать что а я тут без тебя вообще-то и добилась да и мужчина тоже начинает доказывать свою правоту тем самым борется женщине это обидно она будет защищаться это конфликты вот так вот оно это недопонимание может и всплыть туда что может какие проблемы могут быть это доказательства своей правоты это опять недопонимание помимо соперницы до которая может вернуться в этом втором шансе ты уж определить да хватит бегать ты уже ко мне прибежал ты куда опять вернулся собственно и помимо этого момента и конечно же защита своих интересов как и так мы уже друг с другом не жили какое-то время да мы друг другу уже и разлюбили может быть мы друг друга и знаем но наши какие-то стратегии уже изменились и доверия такого нету и это может повлиять и давайте посмотрим перспективы воссоединения очень много самобичевания того что с одной стороны один человек не достоин другого с другой стороны самобичевания по поводу того что но я в свое время упустил эту пару эти отношения упустил там я тут сам виновата виновата вот это вот пока перспективам воссоединения потому что на чувстве вины конечно может вернуться человек да и в перспективе что я виноват там просить прощение извинения там в душу насрал грубо говоря теперь вот давайте посмотрим как это все будет расхлёбываться вот по поводу этого самобичевания по перспективам воссоединения конечно может быть другой вопрос что любви ты тут практически нету истинной любви уже безусловной в принятии тогда когда влюбленность прошла это же у нас второй шанс тут уже не восстановить да не возродить тех эмоций которые были первый раз при влюбленности их тут больше нету это уже о том что тут уже более высокий уровень чувств должен быть зрелой любви а он должен быть в принятие безусловной любви а здесь борьба до конца не определенный выбор сам обичеванием на чувстве вины давайте посмотрим совет карт в таком случае совет карт это не разочаровываться что было то было вы попробовали тогда с отношениями и что получилось то получилось да разочарование бывают но и никто не говорит вам что пойдете вы в другие какие-то новые отношения у вас там не будет разочарований это что называется epic fail произошел стали отряхнулись помылись пошли дальше очень долго потому что будете заседать в процессах разочарования самобичевания крылья из вас выдернули но вы не умерли поблагодарить себя за то что вы живы здоровы и есть ручки ножки то что вы пробуете строить отношения но это обычная человеческая людская сущности натура так и должно быть не переживайте да ну ладно не получилось в этот раз ну что у нас по второму шансу дам советую первый раз не получилось значит даем шанс второй раз чтобы не разочаровываться попробовали разочаровались второй раз у кого-то же несколько шансов есть и третьи шансы не стоит да вот зацикливаться заморачиваться дальше надо идти и предостережение не выяснять отношения в общественных местах и не затрагивать общественное мнение и родственников и всех тех людей со стороны кто есть решайте сами насколько это возможно если не можете уже то все то отойдите в сторону по предостережению и тут как совет карт больше уделяйте друг другу времени разговаривайте гуляйте до занимайтесь каким-то общественно полезными делами вместе тогда это приведет к более высокоуровневому более высокодуховному союзу давайте теперь посмотрим да у нас сам была колода номер один колода затмения кто ее выбрал смотрим сейчас по второй колоде будем смотреть на второй шанс будем сейчас смотреть по второй колоде раку свет и тьмы тьмы и света посмотрим что у нас идет по этому ораку давайте посмотрим на причину расставания искушение тут конечно тоже искушение идет соблазнение соблазнение идет на сторону идет змеи искуситель да это конечно же сдергивание тоже со соотношений как и у нас как и в первой колоде там была соперник до соперничество соперница были треугольники в некотором роде тут также соблазнен на сторону эмоционально человека зацепил змеи тоже его соблазнил да вот яблочком зацепила зацепила спела партнера партнершу и давайте посмотрим что у нас почему решили воссоединиться да потому что есть вместе обязательства которые надо пройти надо было сделать выполнить и они не выполнены стоит гештальт незакрытые обязательства которые могут мучить и конечно же тут воссоединение один из партнеров усиленно работает на преодолением этого ухода до чтобы сохранить брак семью сохранить отношения сохранить пару один из партнеров усиленно работает над этими отношениями над возвратом и готов сквозь гору пройти давайте посмотрим что объединяет пару им конечно сказали что они не правы сказали со всех сторон все осудили все сказали что вы неправильно поступили один из вас вот тут неправильно поступил один конечно борется стоит за сохранение семьи и пары отношений и сказали да судили в некотором роде почему так как так но это нехорошо да тут конечно на утверждение власть все идет и на утверждение как должно быть и как все это должно выглядеть как правильно неправильные поступки говорят о неправильных поступках судьи судят они очень сильные очень влиятельные эти люди вокруг пары вокруг отношений и они принимают решительные действия решительные меры решительное влияние довольно влиятельные минимум в разговорах как максимум в том что надо делать как правильно должно быть как правильно традиционно правильно официально официально конечно же перед ними стыдно становится тут воссоединение идет через стыд да да неправо да давайте посмотрим может ли причина расставания проявится вновь человек может уже прикипеть зависимость идет причина расставания может быть зависимости к тому человеку который все-таки повлиял на совращение до партнера на соблазнение его конечно же это может быть зависимость он может быть уже зависим а когда человек в чем-то зависим, он как только зацепляется на какую-то конфетку, он подсаживается на эту иглу зависимости. Сегодняшнее современное общество, оно состоит из зависимости. Когда мы знакомимся с кем-нибудь, когда-нибудь встречаемся, надо узнавать не сколько машин квартир, сколько зависимости у человека, потому что он не будет уделять внимание, времени в отношения, не будет вкладываться так, как ты хочешь. Этот человек будет уделять время зависимости. Алкогольные, зависимость с друзьями, потому что там легко и просто не надо решать проблемы, собственные обязательства выполнять. Там же легче, проще. Кто-то поесть любит, зависимость от еды всегда будет есть, лежать на диване, зависимость от телефона, от смартфона, от гаджетов, от этого всего. Будет в игры играть. Если тут человека соблазнили, сказали, вот смотри, как тут интересно, можно со мной жить, у меня можно играть в игры. Человек, да, зависим от одного чего-то, да, и не осознающий, что он попадает в зависимость, может цепляться, его могут цеплять крючками разные зависимости и подсаживать к себе. Человек независимый имеет свойство осознанно работать над собой и понимать, что сейчас он попадает в зависимости, уходить от этого, не цепляться на крючки, осознанно откладывать смартфон, гаджет, понимать, что сейчас надо уделить время и внимание партнеру, что надо работать над собой в этом плане, что, ага, я не пойду с друзьями, я не буду там пить алкоголь, лучше уделю время жене, женщине, как мы уделим вместе друг другу время и внимание. Может быть, мы сходим куда-нибудь в кафешку, в ресторан и там вместе, да, там алкоголь чуть-чуть выпьем, ну, в крайнем случае. Следующий у нас момент, да, и могут ли возникнуть какие-нибудь другие проблемы, да, для расставания. Какой-то старый негатив может возникнуть, потому что все-таки это второй шанс, особенно если была чистка по отношениям, если гармонизация, если все-таки мы возвращаем в этой паре эти отношения старый негатив. Возможно, его снимали, он может просто про старые привычки проявиться, может быть, тут пока чистка была, пока защита стояла, все работало, но вот какой-то старый момент из прошлого, старый негатив может напомнить о себе и напомнить про негативные влияния, и в паре могут начаться раздоры. Давайте посмотрим на перспективу воссоединения. Если один будет жертвить, другой будет жалеть, перспектива, да, это потому что состояние жертвы чувствует деструктивное, но и с другой стороны, один человек может настолько сильно подавлять другого, что партнерство в паре, да, что, конечно же, другому придется стать жертвой, без вариантов. Если один вернет, подавит его, да, тут момент такой еще по какому-то старому негативу опять привязки наделает, то эта перспектива такая через чернуху идет, скажем так. Да и состояние жертвы это неблагоприятный прогноз на отношения, потому что состояние жертвы деструктивное состояние. Это меня используют, да, как вот если Коверен сейчас смотрит, один другого используют. И состояние, ох, пожалейте меня, вот, я тут, ну, и виноватый, вот, и во всем, вот, ну, пожалейте меня, я, конечно, был не прав, ну, давайте, жалейте, таким образом и любви получу. Вопрос-то к вам, да, если вы готовы будете в таком состоянии жить и быть один авторитарный, другой в состоянии жертвы, то на этом уровне отношения возможно. Но насколько долго они так выдержат? Они могут долго таких испытаний не выдержать отношения? Давайте посмотрим на перспективу воссоединения. Опять соперничество идет в перспективе. Давайте посоветую и по предостережению совет. Родовая отработка идет. Идет родовая отработка. Состояние по роду. Надо менять просто состояние этой кармы. Тем более тут, если вы выбрали колоду 2, старый негатив. Состояние жертвы. Преодоление трудностей. Надо поддержку рода просить и род отрабатывать, отмаливать и менять состояние кармы. Это по совету. По предостережению волевому мужчине, который проявляется как император, да, у нас такой сильный мужчина, он может свои авторитарные планы ставить и условия свои ставить. Такой альфа-самес, да, я как сказал, так и будет. Ему надо быть помягче. И женщине надо быть в этом плане поосторожней, чтобы не задевать чувства. Потому что вот она кармическая завязка. Со слишком сильным мужчиной трудно справиться. А со слабым не интересно, потому что слабые тряпки, а сильным вот так. А как сильного тогда удержать, когда его тут вокруг все соблазняют. Думайте сами, решайте сами, потому что это только ваша стратегия, как вы будете проявляться, где будет ваша сила, будет ли она в слабости, будет ли она в просьбе поддержки, будет ли она в состоянии жертвы. Пожалейте меня, да, или помогите мне. Что вы из этого вынесете, это ваши уроки. Интерпретация только новых стратегий ваших. Потому что нету индивидуального лекарства, нету индивидуальной таблетки, нету плацебо, который я вам сейчас дам, и все в ваших отношениях наладится. Такого нету. Все, что вы услышали сейчас, вы интерпретируете, понимаете, как вы поняли, как он откликается, исходя из того, что у вас сейчас есть в отношениях, и работаете дальше над этими отношениями. Если нужна моя помощь по поводу родовой отработки, по поводу кармы и старого негатива, описание в канале, в шапке канал, там есть все, есть все написано. Меня можно найти через соцсети и уже на личные расклады запись туда. Давайте продолжим. У нас следующая колода. Колода у нас полной луны. У нас оракульный расклад. Кто выбрал номер 3? Давайте посмотрим, что идет по третьему у нас, по третьей колоде. Что у нас идет по второму шансу? Напоминаю, мы смотрим второй шанс. Расклад вторым. И давать ли это второй шанс? И смотрим причину расставания. Психоэмоциональное состояние было. Психанули, расстались. Ну и давай расстанемся. Ну и давай тут. Ну о чем уже говорить? Если просто дуновением ветра сдуло. Ах, не захотела. Ах, оставьте. Ах, не хочу. Не могу. Все, пожалуй, я пошел. Ну и надоело. Да, надоело, надоело. Такая вспышка. Ветер просто подул. И унесло человека. Ну и вот причина расставания собственная. Почему, да, решили восстановиться? Ну решили как-то справедливость восстановить, да. Надо как-то подумать. Серьезно теперь надо подумать. Вы дошли уже серьезно к этому вопросу, да. Почему бы нам, да, не воссоединиться? Может быть, даже официально, да. Надо как-то навести порядок во всем этом. Это было не очень хорошо, да. Начали вы снять отношения и искать справедливости. Что может объединять пару? Конечно же, разбитые сердца с двух сторон. Друг друга расстроили, разбили сердце. Оба были неправы. Оба начинают взаимодействовать, дуть ветром, да. Оба поняли, что так нехорошо. У обоих сердце разбито, оба расстроены. И давай посмотрим, может ли причина вновь появится. Нет, здесь преодоление трудностей. Причина вот этого поверхностного поведения, эмоционального, меня задело, я расстроен и пошли все куда подальше, она здесь больше не проявляется. Здесь уже осознанный выбор, преодоление трудностей. Здесь нет уже такого детского непосредственного отношения, слишком поверхностного, что аж ветром сдуло. Нет, здесь уже покрепче, поустойчивее выбор, здесь уже идет преодоление. И могут ли возникнуть другие проблемы? Другие проблемы могут возникнуть, если все-таки отношения продолжатся через меркантильные интересы, через выгоду, через залочность в отношениях, через получение всех благ в этих отношениях. Хочу, хочу обеспечить мне. Давай, 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 давай. Все мне надо. И деньги, и любви, и все. Просто один другого может высосать подчистую. А так как в паре, в отношениях довольно часто люди зеркалят друг друга, один высасывает вам перед в одном, другой высасывает вам перед в другом, то это такая взаимовыгодная машина. Не сказать взаимовыгодная сосальная машина. Один из другого выкачивает деньги, другой выкачивает любовь, да, смотря какие отношения, на что согласны. Вот этот момент может, ага, повлиять, потому что все-таки справедливости начали искать и поняли, что все-таки в таких отношениях, ну хотя бы вот с этим человеком выгодно как-то находиться вместе, рядом, почему бы нет? Это же удобно. Плюс талочность, плюс получение таких плюшек обалденных, выгодой и от этой жизни, и от этих отношений. И тут человек такой, ну почему бы да, да, по другим проблемам, которые могут стать костями горли в данном случае. И давайте посмотрим перспективы воссоединения. Тут я бы сказала, мудро надо отнестись. Перспективы воссоединения есть, но решение должно быть четко, хорошо продуманным, быть обдуманным. Тут с одной стороны много говорить можно, много думать, но мало делать. То есть вот тут перспективы воссоединения, они такие больше общительные, больше мудрости уже в этих отношениях наступили, что ага, ну мы искали справедливости, давай дальше как, что так тут не торопятся, да, люди. И давай совет посмотрим. Отжигать старые мосты, как огонь сжигает все, все старое, все негативное. И здесь тоже не думать о прошлом. Это сожженное, оно уже пеплом унесло. С пеплом, с ветром унесло. Просто уже все, как вот ветреный мальчишка, да, решил вот расстаться или девчонка, так и тут, раз оно уже вспыхнуло, сгорело, то пусть старое уносит, пусть горит и пылает новая любовь. Это воссоединение в любви и в страсти. Давайте посмотрим в предостережение. Не охладевать друг другу. Здесь совет с предостережением. Они прям, я бы даже сказала, в одном ключе, что не сожжете старые мосты, будете помнить об обиде, будете друг другу напоминать об этой обиде. Опять все разрушится. Будете охладевать в отношениях, не будет точек соприкосновения для нового общения или для продолжения. Все опять разрушится. И это было вот об этом. Это была у нас третья колода. Колода полной луны, оракулы, оракульные раскладки. У нас сегодня три оракула было. Ставь лайк, подписывайся, в комментариях пиши, какой номер ты выбрал или выбрала для просмотра отношений на второй шанс. Пиши в комментариях, как у тебя проиграло все. И, конечно же, буду рада поддержке. Все ссылки в описании канала есть. Буду рада поддержке канала. И жду вас всех, приглашаю на личные расклады. Тоже ссылка в описании канала. Все ссылки в описании канала все есть. Так, ну что, я желаю вам удачи, добра и благоприятных отношений. Пусть у вас все ваши желания сбудутся. Пусть даже они и на второй шанс. Мы все люди, мы все имеем право пробовать. Мы все имеем право ошибаться. И главное, не кореть себя за это. Я желаю вам счастья, любви, удачи и добра. И увидимся на следующих раскладах. Пока-пока. Пока.